Сегодня я расскажу о том, как автоматизировать обычный дверной звонок, чтобы он умел работать по расписанию в беззвучном режиме, а также слать уведомления на смартфон при нажатии на кнопку. В этом мне поможет система домашней автоматизации на базе Home Assistant. Однажды возникла необходимость выключать звук дверного звонка, чтобы случайные пустители перестали меня беспокоить, особенно в ночное время. Я начал с того, что определил схему подвода питания к звонку. Фаза уже присутствовала на нем, вместо того, чтобы подаваться на него в момент нажатия кнопки. В дальнейшем это сыграет свою роль. Для реализации задуманного функционала я добавил в цепь реле. Это двухканальный релейный модуль от компании Fibara. Работает по протоколу Z-Wave. Почему именно он, станет понятно чуть позже. Хотя конкретно в этом месте можно использовать любое другое устройство, будь то Fibara, Sonoff или простой релейный модуль для Ардуино. Схема подключения выглядит следующим образом. Фаза подается на вход реле, а из первого выхода она идет на звонок. Нулевой провод остается нетронутым. В случае, если у вас звонок подключен так, что кнопка разрывает фазу, а не ноль, то схема подключения будет такой. Кнопка не будет работать, пока выключен выход реле О1. Либо такой, где фаза при нажатии кнопки подается на вход реле, а звонок звенит только если выход О1 включен. Далее перейдем к программной части. Я использую Home Assistant. Это довольно молодая, активно развивающаяся, очень мощная и гибкая система домашней автоматизации. Поддерживается огромным мировым сообществом энтузиастов, которые занимаются разработкой как самой платформы, так и компонентов, расширяющих ее функционал для работы со множеством устройств, платформ и сервисов. Home Assistant у меня работает на Raspberry Pi 3 в Docker контейнере. Поставляется в виде готового решения HASS.io. Также к Raspberry Pi у меня подключен Z-Wave контроллер в виде платы расширения. Итак, модуль подключен к сети и добавлен в Home Assistant. Для удобства я переименую Z-Wave ноду и поменяю имя и ID объекта непосредственно у реле. После добавления устройства в конфигурационный файл оно появляется в интерфейсе. Этот переключатель позволяет управлять звонком в ручном режиме. Для работы по расписанию я покажу пример, допустим, чтобы звонок не реагировал на нажатие кнопки с 10 вечера до 9 утра. В этом мне поможет Node-RED. Node-RED это open-source инструмент, который служит для связи железа и сервисов. Здесь используются графические линии связи, по которым пересылаются сообщения между узлами. Таким образом, различные блоки связываются просто мышкой без использования программирования. Вся разработка в Node-RED ведется через браузер, а ядро можно запустить на различных платформах. У меня оно также работает в докер-контейнере в виде плагина для HASS.io. Я добавил Interval Node, которая раз в минуту будет дергать следующую ноду с настройкой периода времени, где я указал желаемый диапазон. Если текущий момент времени попадает в заданный мной интервал, то звонок выключится после проверки его состояния. Если он уже был выключен ранее, то команда не пойдет дальше. Аналогично и со вторым выходом. Если текущее время не попадает в интервал, то проверяем статус, включаем звонок, если это не было сделано ранее. Здорово. Все работает, как и задумывалось. Теперь займемся настройкой уведомлений в Telegram при звонке в дверь. Как раз для этого идеально подходит релейный модуль от Fibara, так как он имеет возможность управления выходами с помощью подключенных выключателей или кнопок к клеммам S1 и S2. При подаче фазы на один из этих входов срабатывает соответствующий ему выход реле O1 или O2. Так как выход O1 у меня занят уже самим звонком, то я задействую вход S2. Из-за того, что в моем случае схема такова, что кнопкой разрывается 0, а на вход S2 нужно подать фазу, то задача усложняется. Потребуется дополнительный элемент в виде твердотельного реле, управляемого переменным током. Например, такого. К одному из входов для обеспечения работы этого реле подключается фаза. Эта же фаза подключается и к одному из выходов для дальнейшей ее передачи на модуль в качестве управляющего сигнала. 0 для питания реле берем от звонка. Таким образом, при нажатии на кнопку звонка реле включается, его выход закрывается, и управляющий сигнал подается на вход S2 модуля Fibara. Опять же, в случае, где кнопкой разрывается фаза, все гораздо проще, и надо всего лишь соединить между собой общий вход реле и вход S2. Итак, с железной частью разобрались, перейдем к настройке. В свойствах релейного модуля необходимо обязательно задать два параметра. Первый отвечает за то, что при нажатой кнопке реле включено, а при отпущенной выключено. А второй, то что кнопка является двухпозиционным выключателем, иначе схема не будет работать. Аналогично меняю имя и ID у переключателя, который соответствует второму реле модуля Fibara, и перехожу к созданию сценария для получения уведомления. Добавляем ноду и указываем в ней ID устройства, срабатывающего при нажатии кнопки. Далее включаем ограничение получения сообщений не чаще одного раза в две минуты, чтобы не плодить уведомления при многократном нажатии кнопки. И, наконец, непосредственно отправка. Для взаимодействия с Telegram-ботом необходимо установить следующий модуль для Node-RED. Выбираем своего настроенного бота, в параметрах которого заполняется имя, токен, полученный при создании бота, и разрешенный для общения с ним чат-ID через запятую. Указываем свой чат-ID для получения сообщений от бота, и произвольный текст уведомления в виде шаблона, взятого из документации к ноде, работа методов которой, в свою очередь, основана на документации к Telegram-бот-апи. Посмотрим результат. Как видно, сообщение почти сразу приходит после нажатия кнопки. Как и задумано, повторное нажатие кнопки ничего не дает. Дальше мне захотелось видеть звонящего. Я остановил свой выбор на аналоговой камере в виде дверного глазка. Единственным ее плюсом является возможность установки дверь на уровне глаз. Потому как низкая стоимость камеры нивелируется необходимостью покупки видеорегистратора для получения цифрового сигнала. Для получения снимка с камеры в уведомлении изменим сценарий, добавив ноду HTTP Request. В ней указываем адрес, который отдает статическое изображение. Его можно взять из документации к камере или видеорегистратору. Я заранее подключил камеру к Home Assistant, поэтому ссылка ведет к нему. В качестве результата запроса выбираем бинарный буфер. Следом добавляем ноду Function, где формируем содержимое согласно документации Telegram ноды по отправке изображений. Содержимым снимка будет полученный ранее ответ от ноды HTTP Request. Далее добавляем Telegram ноду Payload. В ней указываем Chat ID и метод отправки. Предполагается, что бот уже заранее настроен. Последний я решил добавить Telegram ноду Switch для отображения кнопки получения дополнительного снимка на случай неудачного первого кадра. И вот как это работает. Несмотря на подключение к сети через мобильного оператора, сообщения приходят в течение одной секунды. А в Node-RED видно момент нажатия кнопки звонка, а также нажатия кнопки получения дополнительного снимка. Позже я обратил внимание на один из компонентов Home Assistant, который умеет слать уведомления в медиа-центр-коде. Настроив его согласно документации, я отправился в Node-RED для обновления имеющегося сценария. Первым делом добавил ноду Call Service из раздела Home Assistant. В параметрах заполнил только поле домен, так как остальное легче сформировать в ноде Function. Взяв этот пример скрипта за основу, я сконвертировал YAML в JSON и добавил в Function ноду. Затем поменял параметры по своему усмотрению. И на выходе получил дополнительное уведомление для звонка, работающего в беззвучном режиме. Так как для использования в коде доступно огромное количество различных плагинов, то следом я настроил отображение видеопотока с камеры, одновременно с уведомлением. Но это тема следующих выпусков, так как она достаточно объемная и затрагивает многие еще не описанные вещи. В заключение скажу, что конечно есть отличные готовые решения. В силу специфики своей работы или высокой стоимости они мне не подошли. На этом все. Благодарю за просмотр. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова